Моя подруга с парнем встречается уже три года, а он не спешит ей делать предложение. Вот как намекнуть мужику, чтобы он сделал решительный шаг? Милая, для тебя. Пойду узнаю. Как сделать так, чтобы мужчина сделал решительный шаг? Вот как? Ну, на крайнейший способ, неудетельно. Девушка должна своими такими секретиками как-то его погреть и все. Шансов уже мало. Еще три года пролюдно. Если три года не делает, значит уже не сделает. Я знаю, товарищ подруга, я 15 лет встречалась. Самой сказать. Здесь нужно действовать по регламенту, а тут в регламенте только одна норма есть. Не напрягать мужчину и не давать ему повода думать о том, что женщина может навязываться в этом смысле. Ну, это значит не любит. Ну, такие у нас чоловики в Украине, на рисунке. Треба просто посмехаться, робить ему приемное, завжди бути поруч, поддерживать трудную хвилину. Коня на скаку остановить, горячую избывайте. Попробовать, не знаю, там, эротическое белье. Это не для эфира. Пошло, ну что ли? Нет, это просто очень жесткое. О, Господи. Сердце на него дуже. Сердце жесткое. Надо заставить. Смотрели 50 оттенков все равно? Да, да. А, да, я правильно думаю. Да. Что значит заставлять? Это обоюдное решение. Насколько сильно я должна вас... Извините, скажите. Да. Чтобы вы мне сделали предложение? Да, да. Так на сколько? Сильно. Сильно? Сильно. Она пробовала каленым железом, нет? Значит. Вы видите, да, что со мной происходит? Спокойно все нормально. В общем, милые девушки, удивляйте своего мужчину. Серьезно. Приходите к нему с плеткой. Так сказал Егор. Вон, видите, моя супруга, да? Да. Она вот проявила инициативу 46 лет. 46 лет. Ого. Ну вот я считаю, в этом нет ничего абсолютно зазорного. Если женщина считает, что это будет достойный спутник, которому и она даст счастье, и он будет с ней счастлив. А чего стесняться? Сейчас у нас равенство прав. Ну я бы не смог отказать. Ничего. Это прерыва человека запрошивать в ЗАГС. В своей жизни хоть раз мужчине говорили? Что он вам нравится первое? Я каждый день в парламенте говорю, кто мне нравится, а кто мне не нравится. Вы мне подобаетесь очень. Пропозицию. Когда ты нарешті сделаешь мне предложение. И дякую я не смогу отказаться. Без комментариев. Треба прямо сказать, мы живем в час эмансипации и сказать, что кохана, я тебя люблю. Кохан, я тебя люблю. Без тебя жить я не могу. Ходь за меня. И у нас будет прекрасная семья. Да, я согласен. Она ему может подходить, как коханка. Но это не та женщина, которую он хотел бы видеть матерью своих детей. Треба над этим тоже подумать. Главный критерий для мужчины, когда он женится на женщине, это когда он ствердит друзей. Он говорит, друзья, мы знаем, что они все плохие, и у вас все плохие. А у меня не такая, как все. А, она вас едой подкупила, да? Ну, немножко любовью, едой, уходом, нежностью, заботой. Милая, я старалась. В этом вопросе мнение депутатов и народа не сильно расходится. Но все же дарится друг другу любовь, счастье и радость. Целую вас, моя хорошая. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok